Итак, дорогие друзья, оказались мы с вами в Измайловском парке. Очень просто. Вот они, гостиницы наши. Туда, в ту сторону Кремль, Измайловский, а в совершенно противоположную парк. Ну да, вот это вот уже парк. Парк здесь очень большой. Сейчас я вам покажу для разнообразия. Кто понимает в схемах, я сейчас Кристина не показывала. Он говорит, Лен, зачем ты мне его показываешь, я в схемах не понимаю. Вот мы сейчас находимся с вами здесь. А парк, он вот такой вот огромный-огромный парк. Примерно 5 минут пешком. Ну нет, он же тут же лесополоса, и она очень-очень большая. Поэтому пойдемте с вами смотреть. Просто здесь именно парк с аттракционами. А дальше сам лесопарк, там лебеди плавают в пруду. Мы с вами как-то записывали видео, так что можете посмотреть. Измайловский парк. Потому что, конечно, мы сейчас до конца туда не пойдем. Но погулять нам здесь места хватит. В общем, смотрите, сейчас в условиях коронавируса. Как поживают парки. Вот здесь, смотрю, никого нет. Где разные надувные фигуры. Здесь тоже разобран парк аттракционов. Видимо, еще не собран. Ваня узнает место. Ванька, ну ты здесь был когда? Сколько тебе? Года 4, наверное, было? Года 4 было. Время несется незаметно как. Вот здесь вот деревянные горки есть. Ну, потому что это было давно. Ну, как бы сейчас, наверное, больше парк для прогулок. Там 4 года назад было. Мы сейчас посмотрим, что-то вот вообще где-то работает из аттракционов. Или нет. Смотрите. Колесо вот это вот. Оно кажется маленьким, да? И мы вот с Ваней, ну, я так смотрела, маленькая, и поехали на нем. А кабинки-то открыты. И когда до верху доезжает, ветер тогда сильный был. Там так их трясет наверху. Мне вот это колесо на всю жизнь... Мне вот я не боюсь на самолете летать. Я не боюсь на канатной дороге нигде ездить. Но вот это колесо мне запомнилось прям надолго. Кстати, колесо работает. Колесо работает. Вот так вот рискнули мы с Ваней прокатиться на колесе обозрения. Знаете как? Оттуда кажется, что не страшно. А начинаешь подниматься. Оно так покачивается. Должна я сказать, ощущения не из приятных. Особенно для тех, кто боится высоты. Давай. Да. Но ты ничего не боишься же. Да. Ты же со мной сидишь рядом, держишься. Да? Да. Но мне кепка не упала. Нет, кепка не упадет. Открытое колесо. Гостиница из Майловского видно впереди. Уже спускаемся мы вниз, наверху дует конкретно. Ваня говорит, что ему страшно. Но он молодец, Ваня, ты мужественно выдержал, да? Да. Он молодец, он мужественно очень выдержал эту поездку. Вы знаете, снизу кажется, что колесо такое маленькое, а сверху на самом деле ощущение не из приятных для тех, кто боится высоты. Ой, распогодилось. Вообще замечательная погода оставилась. Наконец-таки, первую половину дня дождь, вторую половину дня гуляй. Я вот это вот, для меня самое оптимальное, когда вот есть какие-то такие дорожки, гуляй, хоть обгуляйся. Так, дошли мы с вами до пруда. Смотрите, какая здесь красота, Ваня. Там на лодках плавают. Центральный пруд. Здесь и здесь же. Я бы с удовольствием сейчас узнаем все. Есть здесь прокат лодок или нет? А ты будешь грести? Кто будет грести на весу? Мама будет грести? Ты и Оксана? Я и Оксана? Так, а там в одну лодку, наверное, мы не поместимся. Если только на катамаране поехать. Нет, я и не еду. Мы вот здесь с папой с твоим катались на катамаране. А я? А тебя еще не было, когда мы здесь катались. Папа твой катал меня здесь. А сколько ты вообще здесь раз была? Ой, Ваня, я не знаю сколько. Ну, немного. Раз в четыре, наверное, была все-таки от нас. Мы здесь были, когда мы здесь жили недалеко с папой. А, реально? Мы здесь когда-то снимали квартиру. Ну, не здесь мы снимали. Мы снимали на Щелковской квартиру. А сюда приезжали гулять пару раз. О, тоже утки здесь. Утки. Лодочная станция. А это остров. Ты вокруг него вот так вот оплываешь на вот такой вот лодочке. Смотрите, какая красота. А катамаранов, наверное, нет. Здесь одни лодки, я смотрю. Ну, пойдем узнаем сейчас. Утка. Ну, катамаран, ты думаешь, легко педали крутить? Там тоже же педали крутить надо. Огори, огори, коричневый огори. Где утят? Утята, слушайте. Где? Вон, Ваня, заметьте, утята тут. Поэтому утка и стоит, что она смотрит за утятами. Смотрите, где она стоит. Это они, наверное, может, только вылупились. Вот видите, что людей вдохновляют. Утки, природа. Лыши, а не утки. Да, поэтому здесь, видите, уточка, она охраняет своих утят. А я смотрю, думаю, странно, она такая смелая, никуда не отходит. А она утяток своих, видите, охраняет. О, о, а утята испугались. Испугались. Такие крылья у них мелкие. Прикольные. Вот, пойдем, нет, вот здесь вот пойдем посмотрим. Вспомнишь, может, ты, Вань? Как-то вот Ванька вообще не помнит. Столько времени, вроде, немного прошло. Нет, в общем, смотрите, фишка в том, что 450 рублей стоит лодка, но не в этом дело. Вернее, не лодка, а катамаран. И в катамаран троих взрослых не сажают. То есть, сказали, могут посадить двух детей и двух взрослых. А нас трое взрослых, один ребенок. В общем, а вдвоем с Ваней педали крутить, что-то мне не особо охота. А вчетвером никак. Поэтому идем гулять дальше. Вот такая вот схема. Огромный-огромный парк. Но, вон, знаете, в основном, конечно, парк такой прогулочный здесь. Есть. Мама, так мы же находимся в ГП, получается. Вань, вот вспоминай место здесь. С папой катались здесь. Неужели ты не помнишь? Я тебе потом видео найду наше. Как мы здесь катались, подъезжали к этим танкам, смотрели. На чем, на чем? На большом этом велосипеде таком. А, то есть, который... Ну, там один водитель. Один водитель, да. И там три места еще. И три места. Неужели не помнишь? Угу. Какое транспортное средство мы взяли? Батарею за мной. Здесь вот такая вот лепута. Розы! Вы посмотрите только на это. Здесь, видите, скрывается, что... Какая клумба за деревьями. Скрывается клумба. И не сразу увидишь, что здесь розочки кругом. Ммм... Мама. Прямо, знаете, сейчас не жарко. Ходи, ходи. Мама. Красота. Просто умеет, что я не смогу даже в танк собраться. Кто заберется в танк? Кто умеет залазить куда-то там. А, то есть, ты хотела уже залезть туда. Я правильно тебя поняла? Да. Но не получилось, да? Как-то не подберешься. Вань, пойдем прочитай, что там написано у нас впереди. Давай. Читай громко с выражением. Да я сам читаю. Ну, так ты и громко... Мам, вечный огонь тут. А, вечный огонь. Но он, по-моему, чуть не работает. Сломался. Здесь в июле 42-го года из комсомольцев-добровольцев был сформирован московский комсомольский 85-й гвардейский минометный полк. Да, вечный огонь, но мне кажется, что он не работает. А вы знаете, что это значит? Нет, вечный огонь. А, вечный огонь, да. Вечный огонь, иди посмотри, он не горит. Вечный огонь. Я говорю, как хорошо, ребята, лучше бы не было войны. Да. Я же не пугалась. А его закрыли. Его закрыли. Здесь даже есть тренажеры в парке. Но здесь, честно, вот парк, он огромный. Парк огромный, не знаешь, в какую сторону здесь идти. Схемы-то везде есть. Еще бы в этих схемах кто-то разбирался бы у нас. А что это такое? Это что-то непонятное такое. Вот это для чего? Пресс качать? Кстати, да. Ну-ка, попробуй. Зайди туда. Да, кстати, по-моему, люби. Да, 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 да. В разные стороны, да? Туда-сюда, туда-сюда. О. А, ну это, наверное, муж как раз-таки детский. Взрослому-то здесь, наверное, не очень удобно заниматься. А вот это взрослый. Мам, да нет, ты не бегаешь. Это нога. А, мам, подожди, это три. Это в разные стороны, я поняла. Это, в общем, можно позаниматься в разные стороны. Вот такой вот, смотрите, целый тренажерный комплекс. Здесь бесплатный. Давай, занимайся он. На этот, на шпагат. Раз-два, раз-два. Да, воздушный ходок. Ходок детский. Но я тебе говорю, что для ребенка. А, здесь, слушайте, хотя бы здесь нарисовано. Вот на картинках про каждый тренажер хоть что-то такое. Потому что, знаете, как подходишь иногда, и не знаешь, как пользоваться. А вот здесь хотя бы инструкция какая-то есть. А ты еще хочешь ножки поднакачать? Мне кажется, у меня уже весь наш торт вышел. Ну, это хорошо. Еще столько же надо пройти. Нет, давай лучше не столько же. Дальше произошло то, что происходит с нами всегда. Мы заблудились. Несмотря на многочисленное количество карт у каждого в телефоне. Ваня идет с навигатором. Ну, нет, конечно, Оксана, ты памятник Ленину, помнишь? Нет. Вон там, по-моему, пруд, насколько я вижу, лево. Это станция. Да. Сейчас куда-то пойдем. К пруду, что ли, вышли? Ну, пруд, он же большой пруд. Пойдемте, пофотаемся, раз уж мы вышли к пруду. А если пруд, значит, нам надо в обратную сторону, да? Надо. Ваня, скажи по навигатору. Весь вопрос в том, что мы не умеем читать карты. А навигатор говорит, знаете как, на северо-запад держите путь, на северо-восток. А где он северо-восток, а где он северо-запад? Да я шучу, конечно же, мы выйдем сейчас. Ну, просто у нас, как всегда, мы все смотрим. Это вот тоже парк, мини-парк, вот этот кроха для детишек там с аттракционом. Ну, пойдемте посмотрим на красивую воду. Мы там были сейчас только что. Видите, вот это вот большое колесо обозрения. Вышли с какой-то стороны. Сейчас будем разбираться с карты. Ваня, осторожно, Ваня. Чуть ли не сбил на велосипеде. Сейчас столько случаев вот этих, когда наезжают на велосипедах. На вот этих электрических... Да, причем здесь там, нам не туда. Нам сейчас на дорогу и по дороге держаться. Иначе мы здесь будем плутать с вами до 12 ночи. А мы с колеса прокачиваются сверху, может? Я увидела. Слышишь, какой путь. Слышишь, едем, да, ты нам туда. Да не, спустимся на колесе. Мне нравятся девчонки, знаете? Они вот надеются на меня. То есть они идут им пофигу. Они смиются. Они смиются. Пошла вперед. Я говорю, вы смотрите, куда нам надо, точку им. Да, 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 да. А мне нравится, опять вышли. И идут. Да, 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 да. Мама, называется Кальку. Но мы, получается, с пруда вот так с вами обошли. Круг и сюда. Я поняла. Это нас Ваня завел не туда по своему навигатору. У него навигатор показывал не в ту сторону. Нет, я слышу дорогу там сбоку. У меня навигатор показывает на дорогу. И там уже выйдем куда надо. Давайте лучше отсюда посмотрим на красивый... Руси, еще там дорога, а есть еще дорогу везде. Нет, справа дорога где-то. Ой, какая красота. Слушайте, особенно солнце сейчас так прям... Красивое очень. Ваня сделал вывод. Карта нам ни к чему, мы не умеем. Карту убрал. Штуку, что он доставал карту. Уже ехать под кайсином, которые развались. Не-не, вон дорога, видите? Сейчас на дорогу выйдем, и все нормально будет. Все дороги везутки. Нет, от дороги уже по прямой не заблудимся. Это те же утки. Ну, мы были с вами вон там, на лодочной станции. Вон там были. А здесь вокруг вот этот вот остров, его можно объехать на лодочках, покататься. Красиво. Ну, потому что я еще раз говорю, что парк этот на самом деле очень-очень больших размеров. Лебеди, знаешь, сколько отсюда идти до лебедей? Они совершенно в другой стороне этого, этой лесополосы. Очень далеко. Девчонки, о лебедях. В парке Горького какие красивые черные. Да? Я очень люблю. У меня прям лебеди, я их обожаю. Особенно черные. Готова на них любоваться. Без конца и на уток, и на лебедей, и вообще вот на всю вот эту вот картину, малину. Пошли мы в номер, довольные, счастливые. Достаем сейчас шампусон, взяли с собой фруктов. Мам, знаешь, что я вспомнила? Что? Надо было в ВИП подключить. А тут где-то есть, надо поискать, как подключить. Расчетлились, животы выпустили. Нет, слава богу, но считайте, прошли мы половину Измайловского парка. Шампусон есть у Вани, он как всегда, его это как фастфуд, фастфуд, гамбургеры. Покажи, в программе, меня все время спрашивают, какая программа. У нас с Оксаной одинаковые телефоны. Ну вот, смотри, не мало, 18921. Ну мало, 18. 12 километров мы прошли. Сколько калорий сожгли? Тысячу. Ну я могу позволить, значит, себе наггетсы съесть. Чуть-чуть наггетсов могу позволить. Ну вот, смотрите, вот если вы отсюда посмотрите, я умею шампанское открывать, сейчас открою, не вопрос, подождите. Ну блин, оно, наверное, очень сильно холодно. Когда холодно, ну открой, открой, открой сейчас. Закрывай, теплое пить, а он единое. Закрывай, открой. А мы сейчас это гору посадим. Да, я покажу там. Смотрите, вон, видите сейчас, где далеко, далеко колесо обозрения большое находится. Вот мы с вами вот возле этого колеса были. Теперь представляете, вот насколько, ну куда мы ходили. И то есть мы еще и за колесо, и еще бродили вот так вот, считайте, кругами. Так что, ну может мы сейчас еще потом пойдем погуляем. Смотри, надо без одежды. Чтобы отключиться сети, надо или смс-ыбродить, или звонок. То есть ты не получишься на компьютере. У меня тоже. Я могу раздать со своего телефона, интернета, сколько угодно. Он у меня не ограниченный. В чем проблема-то? Конечно, сейчас раздам. В общем, вот такая вот красота, девочки. Девочки! Господи ты, боже мой. Но я хочу еще посмотреть потом вид с 30 этажа. Не знаю, дойдем, не дойдем. Насколько хорошо мы здесь посидим. Но пока что прям день удался. Кристину, номер 468, чтобы запомнить. Значит, вечер у нас. Смотрите. Да подожди, Ваня, он у нас, как всегда, наблюдатель. Он говорит, мама, посмотри, сколько номеров в гостинице заполнено. И вот вы можете посмотреть, какое количество здесь. Номеров светится. А светится очень мало номеров. В верхние этажи вообще практически не светится, там никого нет. Когда я Ванька вырастет, я буду старой. И мы не сможем с ним ходить на дискотеки. Почему? Вань, будешь бабушек на дискотеки брать? Кто и бабушке? Подожди, кто бабушке? Чтобы ты за нас заступался. Нет, почему? Я лично бабушка сегодня считаю, Вань. Чтобы будем с тобой ходить. Тетю и маму будешь брать на дискотеки. Не забывай себя, мама. Так, мы вышли на ночную прогулку. Ради этого мы и ехали. И, собственно говоря, ночью можно было погулять, да? Чтоб никуда не ехать. Стоп! Целый день. На 28 этаже там две только... Ваня высчитала, на 28 этаже два номера заняты. Нет, нет, скорее всего просто... Подождите, дайте я хочу показать вам. Ваня, я тебя поняла, подождите. Альфа, смотрите, в Альфе вообще никто не живет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь этажей заполнены всего несколько процентов окон. Смотрите, наверху вообще ничего не светится. Так что, можно сказать, в нашей гостинице практически все есть. Знаете, что, здорово о том, что снова окунулся в детство. Пообщался со школьным продуктом подругой. Да, и такие уже взрослые, и дети взрослые. А, здесь свадьба, что ли, тоже играет. Что-то у нас сегодня везде... Тирается медленно в гости. Смотри, а там сколько людей. Много. Куда-то все к вернисажу идут, хотя он уже давным-давно закрыт. Ване атмосфера. Ваня, давай потанцуем. Ваня, я тебе скажу. Вот мне Москва нравится только из-за того, что здесь... Например, многоэтажки там, это красиво. Вечером особенно красиво. Слушайте, многоэтажки. Парки развлекательные. Вот это все в Москве. Капатает лукчиком. Мы сейчас с ним даже либо в Тбилисском кафе. У нас папа тоже звонил. Что это вы туда поехали? Что вам там делать? Дома не сидится. Ну, что делать? Музыка хорошая. Ну да, здесь такая атмосфера праздника. Ребенка вывели. А, ну здесь чисто грузинское кафе. А, здесь живая музыка. У вас в меню где? А, закрыто? Банкеты идет. А, банкеты сегодня? Понятно. Сегодня, видите, банкеты здесь. А, банкет сегодня? Мы не попадем. Банкеты. Людей мало, но закрыто сегодня на банкет. Мы хотели бы вас. Ну, зато живая музыка. Нет, вот здесь, наверное, можно, а там банкеты. Ну, ладно. Не больно, а ты хотелось. Пойдем прогуляемся? Пойдем прогуляемся, конечно. Ну, Ване нравится по ночной Москве гулять. Ему нравится вот это вот освещение. Как гостиница освещается. Смотрите, гамма тоже в верхние этажи, все пустые. Это очень натуральный москвич. Он будет сто процентов жить в Москве. Ваня? Потому что ему нравится все. Ему нравится Москва-Сити. Да, Иван? Ну, ему нравится... Ване нравятся отели. Большие города. Здесь вот напротив, видите, перекресток. Очень удобно, что мы сегодня взяли здесь продукты. Уже на ужин не пошли, а пошли с фруктами. А ну, а Ване бургеры. Зато пообщались, посидели. Сейчас вообще шикарно. Смотрите, как вот красиво все это смотрится. Ну, разумеется, уже все закрыто. Но прогуляться есть где. Ресторан, кстати, здесь... Ну, вот при каждой гостинице есть какой-то свой ресторан. Я смотрю, гриль светится. Караоке светится. Можно пойти. Ну, как бы с ребенком, понятное дело, что мы не пойдем. Зачем нам это нужно? Мы сейчас пойдем в баиньки, прогуляемся чуть-чуть. Пойдем в баиньки. Но, тем не менее... Вон он, видите? Верни, Саша, Верни, Саша. Вань, слышал песню? Верни, Саша, Верни, Саша. Ты доволен поездкой? Да. Он, видите, скачет. Нет, зачем он хотел домой, но когда увидел Москва-сити? Ой, вот и Москва. Ночной Москва-то уже. Ваня, ты истинный москвич. Ну, здесь, видите, вот Вега, 4 звезды, Вега. Гамма, 3 звезды. Дельта там дальше, 4 звезды. Альфа. Красота. Оксана, ну вот что не хватает в этих гостиниц, балкона, да? Все-таки современные, это балкон уже. Ну, знаешь, человеку всегда что-то не хватает. Да-да, все-таки на 30 этаже балкон это очень милище. Я хочу сказать, что я была в Амиратах, Дубае, и была в самом престижном районе у своей подруги, которая живет в Ван Марина, и у них такой, влюбилдинг называется, у них каждое здание такое элитное подписано, и у них тоже нет балконов, и это нормально, у них высоченная цена за жилье, поэтому... Но здесь, считайте, вот этот весь комплекс, он строился в 80-х годах, к Олимпиаде. Вот это все идентичное, то есть как бы здесь все везде одинаково, но единственное, что как бы может обстановка в номерах как-то отличаться каким-то образом. Представляете, давайте перенесемся с вами 30 лет назад, и здесь огромное количество иностранных туристов, здесь идет в лед все, матрешки, флаги, все, здесь жизнь кипит. Да, Оксаночка, здесь 30 лет назад за счастье, вот за счастье найти свободный номер. Олимпиада в 80-х, она прямо вот открыла многим глаза в мир. Да. Ну, а сейчас мы с вами лицезреем все это действие в ночи. Вот золотое поколение, для которого Олимпиада в 80-х давно уже будет в прошлом, это какая-то там... Для которого самое главное Москва в ночи, и для него... Нет, для него, понимаешь, после гостиниц, которых он увидел, он, ну, гостиница и гостиница, подумаешь. Ну, конечно, у человека ателье, он любит гостиницы, ему нравится встанавливаться. Слушай, Ваня, может быть, ты дизайнером будешь? Откуда я знаю? Ну, будешь, может быть, будешь оценивать гостиницы хорошие, нехорошие, тоже профессия какая-то такая в будущем. Нет, однозначно Ваня будет успешным человеком. Посмотрим, давайте не будем загадывать, я не люблю что-либо прогнозировать. Но дай бог, чтобы он жил лучше, чем его родители, мне это очень хочется, чтобы так было. Во всяком случае, у него возможностей гораздо больше, чем у нас. Мы жили, считай, в захолустем самом последнем, и все равно выехали куда-то, и нормально сейчас устроились. Я считаю, что когда у нас случилась перестройка в 91-м году, я была очень молодая, очень. Ну, я рада, что это все, ну, лично для меня, понимаешь, у меня был, как бы, люди могли применить свои знания и умения. И каждое вот все, ну, мое поколение очень много добилось, на самом деле. У меня среди одноклассников есть финансисты, владельцы магазинов. Ну, Оксана, ну, это среди любого поколения. Сейчас 20-летние на Инстаграме получают миллионы в месяц. Я хочу сказать, наше поколение, спасибо за то, что мы смогли поехать посмотреть страны мира, да. Мы еще не были в Америке, я очень хочу туда попасть. А наше вот поколение следующее, Ивана, это вообще, это плацедарм для поля деятельности, понимаете. В Инстаграме 8-летние получают по миллиону. Да. Это нужно иметь мозги, понимаете. Ну, мозги родителям, конечно, нужно иметь. И уметь это все. Ну, как бы мне, ну, как бы мне это плодотворная почва, понимаешь, досталась. Для развития. Для развития, да. Смотри, а ты обрати внимание, гостиницы в верхней этаже сейчас не заселяют. Вот у них есть какой-то, видишь, предел там какой-то, допустим, 14-й этаж. И все максимально, да. Гостиницы не заполнены. Это, конечно, немножко жалко. Тогда будет вот это вот заполняться. Да. Тогда будет и вверх. А я хочу сказать, ребят, каждому свое сейчас. В общем, дорогие друзья, на этом наш блог сегодняшний. Продуктивный блог. Очень такой замечательный день. Оксана повстречалась со своей школьной подругой. Я с удовольствием тоже пообщалась. Посидели. Прям, знаете, вот такие моменты, они очень ценные. Ну, а всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива, здоровья обязательно. И обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. Пока-пока. Ваня чуть не выбил телефон. Слушай, говорит, пока-пока.